привет друзья давно не гуляли с вами по побережью океана вот сегодня решила прогуляться по побережью сегодня опять солнечный день друзья я почему вам рассказываю о погоде здесь ну потому что знаете я снимаю видео и практически вам их в тот же день выкладываю вот на свой канал и поэтому получается что может быть в этот же день а может быть на следующий день вы их можете посмотреть и если допустим у нас сегодня 7 октября воскресенье то если вы сегодня увидите можете сравнить какая погода у вас а какая погода здесь вот вчера если кто смотрел мое видео под дождем я показывала вам старый замок проливе ла-манш это с другой стороны нашего острова и был дождь просто облажной целый день вы знаете и показалось так что уже наверное все таки октябрь и уже не будет хорошей погоды но вот сегодня как ни странно такое впечатление что вчерашний день нам просто приснился ужасно а сегодня хотя конечно все таки прохладно всего лишь плюс 14 сейчас у нас но солнечно дождь вчерашний облажной на целый день который зарядил и казалось что он уже не заканчивается а а вот сегодня он кончился и сегодня великолепный день для прогулок опять ну и раз уж мы с вами гуляем сегодня по побережью здесь надеюсь все таки нас не потревожит шумы кроме только вот приятного шелеста волн я думаю нам не будет мешать он даже в какой-то мере способствует расслаблению и релаксейшн вот то я хочу как бы немножко вам поговорить опять за жизнь те мысли которые иногда у меня приходят здесь ну и то что в общем то мне жизнь вокруг навевает рассуждения вчера гуляли целый день и вы знаете очень мы встречались много с англичанами в пабе в кафе нескольких разных местах мы были и вот что хочу вам сказать вы знаете все равно вот как бы ни было как бы политика не велась то что я вам уже рассказывала по поводу того страшного наезда на россию со стороны британии но по поводу вот этих всех отравлений разоблачений вот очень неприятная история которая у них я говорю только что из утюга не звучит тем не менее вы знаете вот большинство англичан обычных людей они абсолютно не переменили свое мнение о русских и вот как я сказала что я уже иногда и опасаюсь говорить что я русская у меня естественно произношение сразу выдает и когда спрашивает where you come from то есть откуда я я с ужасом знаете несколько секунд думаю какую бы страну назвать как раньше помните как говорил задорнов они спрашивают хотя сами то в принципе не знают абсолютно никаких стран и он говорил что он из узбекистана по моему и от него все отставали тоже что такое узбекистан и где он это как бы знаете трудно вообще людям представить в европе вот но я как бы все таки не еще до такого не дошла чтобы говорить что я из узбекистана я говорю россия и вы знаете смотрю на реакцию людей на реакцию коренных англичан и они все продолжают большинстве радоваться как интересно расскажите мы любим вашу страну то есть вы знаете вот это вот конечно меня радует то что политика политикой а жизнь людей остается совершенно другой я имею ввиду что независимо от политики люди общаются люди встречаются и ничего плохого не происходит вы знаете все равно как бы тут не старались государства правительства государств что такое какой-то клин наверно в беде не знаю но вот люди остаются все-таки обычные люди остаются умнее и на это не поддаются вот так же вы знаете то что могу сказать еще об английской жизни что вот этот весь brexit который не знаю произойдет или нет уже целый год сам тереза мэй по моему вот представила последний раз свои предложения европейскому союзу как смотрят на это английские власти чтобы разделиться чтобы отделиться но вот что-то у них там не пошло что-то не понравилось европейскому союзу они отклонили полностью ее проект что будет дальше неизвестно но вы знаете интересно то что в основном вот как бы не показалось это странным вот brexit поддерживает все равно большинство англичан как я вижу я не знаю с чем это связано но вот они хотят все равно отделяться вот островное государство понимаете вот привыкли они жить отдельно и вот этот их консерватизм вот это их другая абсолютно жизнь потому что кто не не бывал в европе и потом кто не посещал англию все соглашаются с тем что англия это не европа даже она вообще особняком абсолютно другая страна другая жизнь другие люди даже то что в связи с этим brexit ам по моему никогда не было такого падения фунта по отношению к евро как вот сейчас потому что по моему уже близится к тому что евро и фунт в общем-то сблизится будет один к дому вот сейчас по моему один и так 1 евро 07 или даже 08 как-то так 08 фунта вот раньше было намного выше разница по моему даже сейчас 09 не знаю приближается к единице но это конечно сами понимаете не очень-то хорошо но тем не менее вот люди не ропщат и хотят отделение наверное хотят отделение чтобы сохранить свою вот эту вот такую индивидуальность и в даже вот в чем-то я говорю вот такой консерватизм иногда просто непонятный вот смотрите только в англии осталось по моему правосторонний руль левостороннее движение по моему англия еще какая-то страна европейская даже не знаю какая еще чтобы вот сохранять вот это но я не говорю там японии помоги пони помочь на теле лево праворульные машины вот и здесь но и потом вот эти краны смесители которых нету вот это же тоже в общем-то я не верила когда мне говорили что у них нет смесители что у них отдельно два крана и не могла этому поверить а сейчас я это вижу и вот продолжает у меня люди спрашивать неужели это так и сохранилась до сих пор но вы знаете да и по моему видели вы и посмотрите еще раз мои видео и во всех старых квартирах остались эти краны и в туалетах в общественных эти краны они без смесителей они отдельно очень неудобно но вот тем не менее них не меняют и даже я знаю такое что вот тут одна богатая пара приехала они купили старый викторианский дом и там сантехника была уже практически вся уничтожена но все старье и они вы знаете искали ходили по всем антикварным лавкам искали ходили где бы им найти вот викторианскую раковину вот именно вот с двумя кранами и не только раковину но и ванну значит чтобы там были два крана с водой отдельно как это было когда-то и вот в конце концов они нашли и были очень счастливы установили опять эти два разных крана гуляла с вами по низу это пирс наверху гуляла по низу хотела обойти там подняться по лесенке но ничего не вышло вода прибывает видите и дальше мне пройти никак вот придется идти назад к сожалению вот эти камни здесь такие булыжники морские довольно живописные по ним очень любят бегать малыши потому что между этими камнями можно видеть крабов и можно иногда их даже ловить специальные краболовки но не такие краболовки которые ящиками когда-то тоже вам показывала а такие тоненькие на ниточки вот сейчас гуляла там по моему дети что-то пытались ловить этих крабиков но сейчас по-моему сезон а там где я хотела вам показать как ловят крабов с пирса там было все закрыто на ремонт и ничего у меня не удалось да вот забыла еще вам рассказать вчера когда мы гуляли были в пабе заказали там себе покушать и сидели в таком уютном уголочке и значит вдруг заходит девушка ну как и молодая женщина значит с мужчиной мужчина постарше они сели рядом с нами за столик и я сразу она мне так бросилась глаза такая красавица яркая такая красивая женщина и я думаю боже как я бывают англичанки но как-то мне немножко знаете даже что-то такое мне в душе папа как стала подсказывать что она все-таки не англичанка что такое в ней есть наша славянская ну и потом мы сидим в общем-то совсем забыли мы тут разговариваем с мартиным девушка это вдруг мы заговорили вдруг я заговорила по-русски и она присоединилась и оказалось что она с украины что она с киева и тоже вот замужем за англичанин ему них двое деток маленьких то в общем мы разговаривали очень было приятно она разговаривает прекрасно по-русски и она прекрасно разговаривает по-английски я спросила как долго ты здесь находишься она говорит 4 года где-то еще нету четырех лет я говорю боже откуда такой шикарный английский она говорит но я всю жизнь учила благодаря своему отцу это он меня направил чтобы я учила английский я с детства учила его вот сейчас он у меня прекрасный я говорю ну конечно с английским таким шикарным здесь не пропадешь ну и в общем дальше разговорились она говорит вот я все думаю мои мои детки маленькие уже начинают разговаривать девочки два с половиной года и я все думаю как какому языку ее учить я говорю но надо своему конечно как сказать английский то английский она и так будет знать то надо не забывать корни надо наверное русскому учить она говорит ну да я то разговариваю по-русски но я думаю все таки я же как сказать патриотка я вот думаю может ее украинскому языку начать учить и не знаю, что делать. Я говорю, ой, не знаю, что даже тебе тут сказать, подсказать, ты уж сама тут решай. Вот, как тут быть? Она говорит, нет, я, наверное, все-таки буду девочку учить русскому языку, потому что куда не поедешь в Европу, то русский язык. Ну, вот русскоговорящих, конечно, очень много можно встретить из бывшего Советского Союза стран. Все разговаривают в Европе на русском языке, и никто не разговаривает на латышском, на украинском, на белорусском. Здесь такого понятия не имеют и не знают. Поэтому буду все-таки учить русскому. Ну, и я считаю, что она, наверное, права. Надо смотреть не на патриотизм, вот этот вот, который нам тут как-то странным образом как-то, не знаю, насаждают опять с этими языками. В общем, запутали людям голову. А надо смотреть, как удобнее жить, каким, на каком языке удобнее говорить. Ну, вот не знаю, хотя, конечно, это конкретное ее дело. Если ребенок захочет, он потом и сам, наверное, сможет уже рядом с русским, там украинский абсолютно рядом, вот, выучить. Ну, в общем, что еще мне понравилось, то, что когда наши английские мужчины стали спрашивать, ой, как интересно, Украина и Россия, вы же вроде поссорились из-за полуострова Крым, и вы друг друга ненавидите, мы с ней стали смеяться. Я говорю, ну, это вот, вот представляете, да, пытаются нас рассорить. А на самом деле ведь люди остались людьми, опять же, даже здесь. Ну, и потом, когда я ее спросила, как тебе живется с твоим английским мужем, она сказала, боже, я вся счастлива и довольна, он у меня второй, это у меня второй брак, несмотря на то, что мне 28 лет, но второй брак, и двое детей, оба ребеночка от него, все, в общем-то, прекрасно, и он очень любит детей, и он во всем помогает. Она говорит, для меня это просто удивительно, что он работает, она пока не работает, маленькому ребенку вообще, он еще грудничок, и вот, и несмотря на то, что он работает, очень устает, он приходит вечером и, говорит, начинает все мне помогать, убирать, или что-то я его попрошу, или посуду помыть, или что-то с детьми, он никогда не отказывается, он все помогает, и вообще такой внимательный. Ну, и говорит, ну, может быть, это из-за того, что он меня все-таки намного старше, я говорю, намного это на сколько, трудно понять, ну, вот, а она говорит, ему 49, а ей 28, ну, то есть, там 21 год разница, представляете, вот, и я, конечно, удивилась, потому что выглядит он прекрасно, абсолютно не скажешь ему, ну, я думала, ему лет 35, он абсолютно прекрасно выглядит, такой спортивный, ну, правда, на колках весь излишний, на мой вкус, но это уже кому как нравится, ну, вот, и она говорит, что вот, может быть, из-за этого он очень боится меня потерять, она на самом деле красавица, он такой обычный довольно-таки, но она говорит, что мне все нравится, я очень довольна, и я очень счастлива, что я его встретила, так что вот такие, друзья, бывают судьбы. Так что, так, а мужчины наши, английские, которые были наслышаны, опять же, через BBC о том, что Россия и Украина две враждебные страны теперь, враги навек и все прочее, и, в общем, там такие страсти, а они были удивлены, что мы, тем не менее, вполне дружелюбно к друг другу относимся, хотя до этого друг друга не знали, но ни ненависти никакой, ни вражды, как вы понимаете, откуда она может взяться у обычных людей, которые отдают себе отчет, что происходит вообще. Хотели немножко сплетен, вот я вам рассказала про английскую смешанную пару, вернее, про Украину-английскую пару, вот, как они живут, может быть, кому-то будет интересно. Вот детвора, любители ползать по этим камням, как я уже вам говорила, кто что собирает, вот ракушечки, наверное, вот, иногда крабики маленькие, а вообще просто, конечно, для интереса. Вот так, друзья, я уже подошла, вот, Old Ford Cafe впереди, видите, сегодня у нас воскресенье, припарковаться практически, место найти невозможно, слава богу, я пришла раньше и нашла. Вот, пойду попью кофе, не буду заходить с вами, конечно, вообще, еще, вы знаете, все-таки у нас не очень много людей и небольшой город, и я со своей камерой, по-моему, уже засветилась. Скоро будут уже люди меня узнавать и спрашивать, что на сей раз я снимаю, какие видео и для кого. Вот, ну так, друзья, пошла пить кофе, а вам всего доброго, увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok